Рассердился из-за отказа в Сочи за попытку изнасилования девочки задержан мурманчанин. В школу поселка Варданес тянут дополнительные силы. Подрядчик не укладывается в сроки ремонта. Сочинцы отличились на Кубке Абхазии. Международный турнир по косике каратэ принес им почти полтора десятка медалей. Он памятник себе воздвиг. Рыжий Иванушка открыл в Сочи скульптурную композицию имени себя. В Лазаревском районе мужчине предъявлено обвинение в покушении на изнасилование несовершеннолетней. Задержан 29-летний приезжий из Мурманской области. По версии следствия, вечером 17 августа 16-летняя девочка, приехавшая в Сочи на отдых с родителями, находилась на пляже пансионата. Мужчина подошел к ней и попытался познакомиться, на что она ответила отказом. После этого злоумышленник схватил ее и попытался изнасиловать. Но девушка вырвалась, убежала и сообщила родителям. Задержать мужчину удалось быстро. Сейчас он находится под стражей. К другим новостям. В Сочи разыскивают водителя, который сбил ребенка. ДТП произошло во вторник вечером в 18.58 на улице Ленина в районе дома номер 102. Водитель мопеда сбил 9-летнего пешехода, который переходил дорогу по зебре. Ребенок получил ушибы и ссадины. А водитель с места ДТП скрылся. В полицию после аварии он не обратился, поэтому объявлен в розыск. Всех, кто обладает информацией о водителе или мопеде, просят сообщить в дежурную часть полка ДПС по указанным телефонам. 12,5 тысяч человек будут охранять порядок на выборах. Подготовку к единому дню голосования в Краснодарском крае сегодня обсудили на заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба. Совещание провел губернатор Вениамин Кондратьев. 8 сентября по всему региону пройдут выборы в основном среди глав сельских поселений и муниципальных депутатов. Краевой избирком зарегистрировал больше 12 тысяч кандидатов. Отдать за них свои голоса на Кубани смогут 2 миллиона 250 тысяч человек. Вениамин Кондратьев отметил, что день выборов должен пройти безопасно и максимально прозрачно. Сегодня все, кто сидит за этим столом в Краснодаре, в муниципальных образованиях уже не раз проводили подобные выборы и прекрасно знают, что нужно сделать, чтобы по-настоящему было свободное волеизвление жителей тех районов, где будут выборы проходить. Конечно, обеспечить безопасность участков с точки зрения антитеррористической защищенности. Это и в целом те места, которые будут у нас являться местами массового пребывания людей. Охранять общественный порядок будет 5500 сотрудников полиции, 2000 народных дружинников, разгвардейцы, сотрудники охранных предприятий, казаки. По антитерророзащищенности, где у нас в основном в сельском местности это школы проходят выборы, дома культуры и школы. Вот вам одновременно, так скажем, продумай, главам должны были, что будут выборы на вашей территории, что школы нужно готовить. Тут двойной, так скажем, идет уже задел, двойная нагрузка, как нужно обеспечить безопасность этих участков и в школах, в домах культуры. Всего на Кубани выберут 149 городских и сельских глав, а также более 6000 районных депутатов. Избирательная кампания в Краснодарском крае станет одной из самых массовых в России. В целях обеспечения антитеррористической безопасности и непрерывности процесса голосования на территории каждого города, района создать резервные помещения, которые можно было переместить в работу участковых избирательных комиссий. На территории края проходит 540 избирательных кампаний. Нам предстоит заместить 6 321 выборный мандат. Исходя из количества замещаемых мандатов, избирательную кампанию, которая проходит на Кубани, можно назвать одной из самых масштабных в стране. Губернатор попросил создать комфортные условия для голосования пожилых людей и маломобильных граждан. Так, более чем на 530 избирательных участках будут использовать бюллетени для слабовидящих. А к тем, кто по состоянию здоровья не может лично прийти на выборы, домой приедут волонтеры. С визитом в Кореновский район сегодня приехал губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев посетил социальные объекты и перерабатывающие производства. В станице Плотнировская глава региона посмотрел местную пекарню. Это небольшой семейный бизнес. Здесь выпускают более 120 хлебобулочных и кондитерских изделий. При этом муку для продукции получают из собственной пшеницы. В свое производство, то есть замкнутые цирки улочные производства. От поля до привалка. Вот это очень уникально, что на самом деле сегодня то, что вы называете замкнутым производством, очень сильно влияет и на себе стоимость хлебобулочных изделий. А это и есть то конкурентное преимущество, о котором сегодня мы говорим, но многие его теряют. И вот здесь очень важно посмотреть на ваш опыт. Как сделать так, чтобы на самом деле максимальная добавленная стоимость оставалась у того, кто выращивает изначально остырье, в данном случае пшеницу, это уже совсем другая прибыль, совсем другие деньги. Вениамин Кондратьев сегодня посетил и городской парк Кореновска. В нем провели реконструкцию, появились новые набережные и аттракционы. После этого губернатор отправился на встречу с местными жителями. Готовность на 99%. Отрасль образования в Сочи завершает подготовку к новому учебному году. 1 сентября свои двери откроют 70 школ. Два корпуса впервые встретят учеников начальных классов. Это пристройки их 15 и 82 школам. А ученики двух школ в Лазаревском районе впервые за много лет увидят привычные классы и коридоры обновленными. Готовность школ во всех четырех районах Большого Сочи Анатолий Пахомов проверяет с середины июля. Особое внимание Лазаревскому району. В Дагомысе 1 сентября свои двери впервые откроют новый корпус для начальных классов 82 школы. В конце июля Анатолий Пахомов был здесь с инспекцией и выразил благодарность подрядчикам за качественную и оперативную работу. Тогда еще не было мебели, ее только завозили. На этот раз глава города увидел – школа хоть сейчас готова принимать учеников. Большой и светлый спортивный зал, красивый актовый и просторные классы. Корпус хорошо благоустроен и снаружи. Сейчас рабочие наносят последние штрихи, красят заборы, моют окна. А здесь работа в буквальном смысле скоро закипит. Тут на днях будут заливать асфальт. И у 82 школы появится вместительная парковка. На втором этаже мы не видели, начали их работы. Здесь у нас делают все, которые раньше были, да, подрядчики? А это второй корпус 77-й школы в Лао. Зданию 60 лет и оно впервые встало на ремонт. На прошлой неделе во время визита мэра подрядчики говорили, что успеют к 1 сентября завершить только первый этаж. Но сейчас строительные работы уже близки к финишу. Осталось установить двери, закрыть потолок и навести порядок. Часть работ на себя взял местный предприниматель Либарит Танаян в качестве шефской помощи. Он любезно сразу же согласился. Я сказал, деткам надо обязательно создать нормальные условия. На той неделе пошел только делать, значит, смету, заказ. Уже сегодня готов. В принципе, ему действительно вот 3-4 дня, и он отсюда выходит. Плиточку кладет, и, конечно, теперь у нас места общего пользования в этой школе. А вот в 89-й школе в Ардане сложилась непростая ситуация. Подрядчик не укладывается в сроки по ремонту коридоров и двух спортивных залов. Здесь, видите, тоже работа еще кипит. Вот, и тоже мы привлекаем сюда дополнительные силы, дополнительных строителей, чтобы все-таки до 25-го числа все уже было зачищено. Дети должны пойти в чистые, красивые, ухоженные классы. В целом, во всех четырех районах Сочи работы в рамках подготовки к учебному году идут по плану. И 1 сентября все школы города будут готовы на 100%. В начале следующего года в Сочи откроется еще одна новая школа на 1100 мест на Макаренко 8А. Ей присвоят номер 101. Также начнется строительство школ в Красной Поляне и на Мамайке. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Средний платеж за канцтовары в Южном федеральном округе – самый большой, а за книги – самые маленькие аналитики. Сервиса «Яндекс.Кассы» провели исследование, сколько денег люди тратят на подготовку к школе перед новым учебным годом. Учитывались переходы пользователей по предложениям таких товаров и их платежи за покупки к школе. Этим летом жители Южного федерального округа активнее покупали книги и учебники, а также канцтовары и ранцы по сравнению с таким же периодом 2018 года. Средний чек за канцтовары вырос до 3009 рублей, а за учебники и книги уменьшился до 359 рублей. Если сравнивать с другими регионами, то средний платеж за канцтовары в Южном округе – самый большой, а за книги – самый маленький. Пользователи по всей стране стали больше интересоваться школьными товарами уже в конце июня. Среди товаров наибольшей популярностью пользовались рюкзаки. Средняя стоимость составила почти 3900 рублей. Независимо от бренда, в 70% случаев люди выбирали рюкзаки со светоотражающими элементами. Продолжаем. В Сочи в четверг, 22 августа отметят День флага России. Акции, флешмобы и концерты пройдут во всех районах. Главной площадкой празднования станет, конечно, площадь флага. В 10 часов на воздушных шарах в небо поднимут российский триколор размером 4,5 на 10 метров. Гимн России вживую исполнят 350 вокалистов. Зрители станут свидетелями танцевального флешмоба и смогут к нему присоединиться. В это же время на Новогинской волонтеры развернут огромное полотно белого цвета. На нем все желающие смогут оставить свой отпечаток ладони в цветах триколора. Импровизированный символ сочинского дня флага представят публике в 18 часов, когда начнется вечерний праздничный концерт. Организаторы предлагают гостям и участникам праздника проявить фантазию и одеться в стиле триколор. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Новая декада, новые проекты. Сочи активно готовится к декаде зрелого возраста. В этом году фестиваль активного долголетия для людей старшего поколения пройдет с 14 по 23 ноября. Организатор Большого форума – санаторий «Знания». Сегодня там прошла презентация новых проектов. Все подробности в нашем сюжете. Солнечная поляна, стол с угощениями, шашлыки и нарды. В такой по-настоящему летней обстановке сегодня в санатории «Знания» презентовали новые проекты для декады зрелого возраста. В этом году в программу фестиваля включили турнир по нардам и открытое первенство юга страны по приготовлению шашлыка. Участвовать могут все желающие. Единственное условие – возраст 55+. Гастрономия Сочи исторически и географически тоже складывается тремя кухнями – кавказской, черноморской, морской и кубанской. И в этих всех трех кухнях есть в том или ином виде приготовление блюд на огне. Поэтому идея очень интересная и прям призываю всех принимать участие. Новые проекты, уверены организаторы, должны привлечь к участию в декаде еще больше активных людей 55+. Декада зрелого возраста – это 10-дневный фестиваль для людей старшего поколения. На бесплатных мастер-классах и лекциях представители серебряного возраста учат жить активно и интересно. Известные спикеры делятся ведущими российскими и зарубежными практиками. На форум участники приезжают со всей страны. В этом году мы нацелились на цифру 3000 участников. И вот сейчас по темпам бронирования понятно, что, скорее всего, мы где-то на нее, наверное, и выйдем. Это будет, несомненно, достижение, которое позволяет говорить о том, что декада зрелого возраста по праву уже стала крупнейшим фестивалем здоровья, новых знаний, хорошего настроения. Для людей зрелого возраста у нас в России. Теперь, чтобы разместить всех желающих участвовать в декаде зрелого возраста, не хватает одного лишь санатория знания. Подключились партнеры – соседние здравницы. В этом году фестиваль активного долголетия пройдет с 14 по 23 ноября. Совместить приятное с полезным могут все желающие. Те, кто хочет жить ярко, несмотря на возраст. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания, ФКТ. Он памятник себе воздвиг. Певец Андрей Григорьев-Аполлонов открыл в Сочи скульптурную композицию имени себя. Рыжий из Иванушек стал прототипом бронзового монумента под названием «Счастливчик». Фотографии из Сочи с хэштегом «По три рыжего» уже разлетелись по всем соцсетям. А вот зачем тереть – смотрите далее. Бронзовая и к тому же световая композиция «Счастливчик» появилась в самом центре Сочи на Платановой аллее. Еще до официального открытия она стала новой площадкой для оригинальных фотографий. Мужчина-мечтатель, который стоит на облаке и держит облако в руках. Сам «Счастливчик» Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, что у монумента еще и есть инструкция по применению. Это такая идея, когда на самом деле из космоса она появилась у поклонников группы Иванушкин Тринешнл, которые сделали такое чудо здесь. И теперь можно меня потереть на удачу в любое место, которое вам нравится. Кто-то может сюда приезжает в поисках души, конечно, грудь, наверное, потереть. Кто-то хочет поумнеть Сочи, что маловероятно здесь уже голову. Ну а кто-то в поисках курортных романов, сами знаете, что натирать. Поэтому вот такая вот она веселая праздничная скульптурная группа получилась. И когда мне пишут письма, и писали письма, и когда сейчас подходят фотографироваться, говорят, ты наше солнышко, спасибо за наше детство и так далее. И мне кажется, что я многим людям приношу удачу. Не только я, вот наши песни. Несмотря на то, что инструкция шуточная, рыжего потер каждый пришедший. И речь не только о скульптуре. Толпа фанатов обступила самого музыканта с желанием дотронуться, сфотографироваться и взять автограф. Не обошлось и без песен. Иванушки Интернешнл исполнили для поклонников свои хиты. Прототипом счастливчика рыжий из Иванушек стал не случайно. Певец родился и вырос в Сочи. Здесь начинал свою творческую карьеру. Сюда приезжает на отдых. Говорит, повода заглянуть в родные края ему не надо. И для него это уже счастье. Каждый человек счастлив по-своему. Я счастлив в том, что я родился в этом городе. Что я прожил здесь 20 лет. Что здоровье, которое накопилось за 20 лет, я с удовольствием трачу последних 25 лет. На протяжении 25 лет прививаю физически и эмоционально любовь к городу Сочи. Сам Андрей предлагает сделать счастливчика местом встречи свиданий. Ну а сочинцы запустили своеобразный челлендж в интернете. Люди фотографируются у скульптуры и выставляют фото в соцсетях с хэштегом «По три рыжего». К слову, сам известный сочинец признался, что потер своему бронзовому близнецу грудь. Галина Моисеева, Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». 7 и 8 сентября на Сочи-автодроме пройдет заключительный седьмой по счету этап российской серии кольцевых гонок. Однако в этом году вход на главную трибуну будет платным. Такое решение организаторы приняли после успешных турниров в Нижнем Новгороде и в Москве. Программа начнется в субботу утром и закончится в воскресенье вечером. На каждый день запланировано по пять гонок. Днем в перерыве между заездами на стартовой прямой будут проходить автограф сессии пилотов. Судьба титула в большинстве классов не определена до последнего. Лишь в классе супер-продакшн победитель в личном зачете стал известен досрочно. Однако на оставшиеся призы по итогам сезона претендуют еще четыре пилота. Да и в командном зачете по-прежнему остается место интриги. 7 сентября все желающие зрители смогут сразиться за рулем профессиональных симуляторов. А 8 сентября за звание чемпиона России по киберспорту и призовой фонд в полмиллиона рублей поборются семь опытных сим-рейсеров. А сочинцы отличились на Кубке Абхазии. Седьмой международный турнир по косике карате принес адлерским спортсменам почти полтора десятка медалей. Косики карате – японское боевое искусство. Поединки здесь полноконтактные. Поэтому перед выходом на татами спортсмены одевают специальное защитное снаряжение. Благодаря этому риск получения травмы сводится к минимуму, а поединки остаются зрелищными. Седьмой международный турнир Кубок Абхазии собрал в этом году более 180 спортсменов из Екатеринбурга, Ульяновска, Ростова-на-Дону, Краснодарского края и Донецкой Народной Республики. Мои спортсмены очень сильно меня порадовали на этом турнире. Мы отобрали 14 человек. Я не ожидал, что будет такой действительно хороший результат. Несмотря на то, что мы и занимались все лето, и действительно готовились очень серьезно к нему, назад вернулось в Сочи 14 медалей. Миша Аделжонов привез из Сухума бронзу. Каратэ он занимается три года. За это время успел стать призером первенства России международных турниров. Но Кубок Абхазии оказался одним из самых сложных. Михаил сменил возрастную категорию и встретился с новыми соперниками. Я держал дистанцию на него, чтобы он на меня не бил, и я держался на дистанции. Потом он полетел на меня, я встретил рукой и выигрался счетом 1-0. Егор Сафонов в финале уступил всего один балл абхазскому спортсмену. Ему досталась сложная категория, и каждую победу приходилось буквально вырывать из рук более опытных соперников. Было очень страшно, и я проиграла этот бой на один балл. Я пыталась его встречать и залетать ногой в голову. Но ничего не получалось, и он блокировал мой удар. Тем не менее, на груди у ребят медали. А впереди насыщенный соревновательный год. Спортсмены сейчас активно готовятся к краевым турнирам и отбору на первенство России. Он состоится в Каневском районе в сентябре. Галина Моисеева, Олег Кононов, телекомпания «ФКТ». На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». Смотрите нас в кабельных сетях «Радисты» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешев. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok